Девушки отдыхают Очень хорошо, что старая штука носила. Пусть спонсор видит. Да, мы бедные, но аккуратные. Шарики. Все хорошо. Слушай, Рай, скажи, как я? Людмила Зиговна, все прекрасно. Нормально? Все прекрасно. Так, швабу убрать немедленно. Нашла тогда. Малыш, не пустя. Значит, Матвеев теперь полковник УБЭП. Черт. Если у Матвеева появится шанс меня посадить, он его не упустит. У меня с ним старые счеты. Если он выйдет на нашу Александрию, этот шанс у него, считай, уже есть. Так, встали и вышли на улицу. Подъезжают гости. Быстро, быстро, быстро. Так, что здесь делает Киселева? А она будет каравай нести. Вы что, с ума сошли? Киселева, улыбнись. Так, каравай понесет Сотникова. Замечательная, милая девочка. Рая. Сотникова. Даша, ты где? Не видели Сотникову? Не видели? Счастливые люди. С утра выпил, целый день свободен. А тут крутишься, как клещ на сковородке. Ни покой, ни удовольствие. А с чем вы так, Горяков, забрались-то? Что, поближе небо у детского дома? Там директриса сговорчива. Слушай, а много могут дать за эту нашу аферу с Александрией? С конфискацией это точно не мешает подстраховаться. Да, за счетами я разобрался. С недвижимостью проблемы. Недвижимости у меня много. Оформлено родственников на дочь. Родственники? Эти сволочи, которые такой ждут, когда я коньки отброшу. Слышь, они у меня получат. С маслом. Ты на коньяк-то не налегай, чтобы перед детьми выступать. Слышь, ты у нас директор нашего ЧП, ты выступай. А у меня еще нет настроения. Да и вообще, не умею я говорить, ты же знаешь. Даша, Даша, директриса сказала, что ты будешь каравай выносить. Давай быстрее переодевайся. Понятно. Пойдем. Добро пожаловать, гости дорогие! Здравствуйте! Здравствуйте! Билости бросим! Проходите, бросим! Как у наших ворот за горою, Желтобылпутый брод с колбасою. Захотелось ему прокурляться. Говорят, у Богданова дом в два этажа, из бассейна. Это у Богданова прокурку? В три. И не меньше. И с теннисным кортом живут же некоторые. Если недвижимость оформлять на того, кому доверяешь, то очень просто делается. Расписка, в которой он обезумится, выплатить долг, суммы, недвижимость. А если он все продаст, сейчас, и избежит за границу? Не, долговая расписка, это не гарантия. Жалко, мать в прошлом году умерла. Мама, ты единственная в мире бескорыстная душа. Детки у нас в основном социальные сироты. Так что, вы сами понимаете, генофон налетие. Но вы не подумайте. Детки у нас хорошие, очень хорошие, талантливые. И так любят учиться, так много читают. Душенька, например, такая способная девочка. Видите, и к музыке, и к иностранным языкам. Нам бы бибель в библиотеке поменять. Так нужно. А Даша, это с Литой? Да, да, да. А кто были ее родители? Ну, история стандартная. Мама воспитывала ее одна. В отце, в графе, отец, прочерк. Но семья хорошая, на подмолочи, непьющая, добропорядочная. Мама была терапевтом. Ну, мама умерла, когда Дашке было 10 лет, она к нам попала. Так нужна мебель, правда. Детки приходят в библиотеку. Займемся, займемся. Спасибо, спасибо огромное. Прекрасно. Ну, спасибо вам за все. Всегда ждем, всегда рады. Все доброе. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, а не многовато ли подарков? Ты сколько денег на это в бухну? Ты же на плодные подписывай. Сумму, видишь? Ой, ты мертвого болтаешь. У тебя все, что хочешь, подпишешь. Не волнуйся, пока я руковожу твоей фирмой, все будет хорошо. Я знаю, я знаю, я знаю. Но хватит с благотворительностью. Хватит. Этим попрошайкам сколько не дай, и все мало. А это что такое? Это что с подарки? Дети своими руками сделали. Смотри. Какая вещь полезная, в тюрьме пригодится. Слушай, не каркай. Накаркаешь. Девочки, горячая вода, уже все. Слышишь, а вы приезжали эти спонсоры? Меня готовы каравай хоть каждый день выносить. Добро пожаловать в гости, дорогие. Какие нехорошие все-таки девочки. Да все богатые, сволочи и воры. Наразит. Почему же не все? Есть те, кто зарабатывает деньги своему, талантовому мастерству. И я тоже смогу. Когда станешь миллионером. А что, не верите? Да. А вот если бы у тебя было много денег, ты их потратила бы на диндом? Нет. И вы тоже. Нет. У меня двадцать минут, что хотел? Меня в ОБЭП вызывают на допрос в качестве свидетеля. Но дело пахнет керосином. Ну, если что, срок вместе мотать будем. Плохо все. Мне плохо. Коньяк хочешь? Нет, я за рулем. Правильно. Не надо пить коньяк за рулем. Это правильно. Помощь твоя нужна. Недвижимость оформлю на нее. Как ее. Дина, Даша. Объявлю ее внебрачной дочерью. Это та девочка, которая на флить играла? Да. Сделано так, что она даже не заметит, что стала собственницей. А потом отправлю ее за границу учиться. Есть там человечек, который за ней присмотрят. И будет она моей, так сказать, живым сейфом. Зачем так сложно? Ты оформив все на Полину, женишься на ней и все. Где ты видел, чтобы женам доверили? У Полины родственников куча. Папаша с темным прошлым. А у Дедомовской Даши нет никого, понимаешь? Ни-ко-во. Мне нужен человек в моей власти. Под моим контролем. Абсолютно, безусловно, полностью. Сирота из провинции. Идеальный вариант. Да возьми ты трубку. Я задерживаюсь. Черт. Ну, придумай что-нибудь. Угости кофе, не знаю. Да хочешь стриптиз. Все, давай. Я постараюсь покороче. Ну, уж постарайтесь. Девочке семнадцать лет. Удочерить я ее не могу. Меня примут за педофила. Нужно всех убедить, что я действительно настоящий отец. Придумай там легенду, подтасуй факты. Ну, это там, как там, ДНК-то-сю. Главное, все быстро сделать. Потому что из меня арестуют, опишут имущество. Все, конец. Ну, хорошо. Допустим, я договорюсь с директрисой, с Апекунским советом. А если не захочешь с тобой жить? Да ей здесь понравится. Уж лучше, чем у нее, давай-давай, Косинский. И вот я сказал, отправляю ее за границу. Делаю человеком. Да это сиротка. Да ее уговаривать не надо будет. Она сюда на крыльях прилетит. Примчится на всех парусах. Ну, хорошо. А если ей мать с детства внушивает, что отец ее конченый козел? Дорогой мой, такие вещи внушают при разводе, чтобы насорить бывшему мужу. Когда я развелся, у меня дочке четыре года было. Так моя стерва ее обработать умудрилась. А матери-одиночки — это другое. Им неприятно чувствовать себя брошенной. Они обычно сироткам рассказывают о том, что папа у них был летчик. А потом он... Геройский пакет. Понимаешь? Ладно, я попробую что-нибудь сделать. Постарайся. Значит, она не верит. Угу. Молодец, Кузнецова. Держи конфету. Спасибо. Молодцы, сгибайте. В кучку, в кучку, да, и потом... Даша! Даша! Что происходит? Что значит, ты никуда не едешь? Чего же на стучали? Да, Людмила Григорьевна я никуда не беру. Ну? Ну, он вообще мне не отец. Как? Он мне не нравится. У него морда такая неприятная. Я его боюсь. Вот зачем меня усыновлять, когда мне скоро восемнадцать? Ведь я никто не усыновляет и даже не удочеряет. Тебя восстанавливают в правах родной дочери. Но он же твой отец. А Людмила Григорьевна? Похоже, попали мы с Дашкой. Так, может, подсунем другую? Ну, ты что? Он же ее узнал. Сказал, что вообще на мать похожа, как две капли воды. Да неужели? Я хочу вас предупредить. Дашенька очень осторожный, недоверчивый человек. Поэтому я с ней пробовала поговорить, она мне не поверила. Сделайте все возможное. Дашенька, хочу тебя познакомить. Это Артельев Олег Григорьевич. Очень хороший человек. Он хочет с тобой поговорить. Даша, сядь прилично. Даша, сними шапку. Ну, молодец. Я никуда не поеду. Как хочешь. Тебя никто не заставляет. Вот здесь вай-фай есть? В общем, дело ясное. Приглянулась ему девочка. Сделает себе из нее любовницу. Педофил. Да зачем ему эта замухрышка-провинциалка? С его-то миллионами. Он себе такую красавицу найдет. А может быть, правда дочка? Говорят, что есть анализ ДНК. Да неужели? Да. Да-да. Чего приехали? Сказать тебе, что ты теперь не одна. У тебя есть отец. И ты можешь к нему обращаться по любому вопросу. Если захочешь. У меня нет отца. Никогда его не было. А твоя мама говорила о нем что-нибудь? Да. Она говорила, что он летчик и что он погиб. Так вот он не погиб и он не совсем летчик. Они просто поссорились, расстались, потом родилась ты. И твоя мама ничего не сказала о тебе. Год назад он узнал, что ты... Сразу стал тебя искать. И нашел. Здесь. А он помогает и дома только потому, что я... Ну... Да. У меня есть фотографии его. Хочешь посмотреть? Давайте. О, а это, а это он в молодости, да? Да, это в стройотряде. Раньше в советское время летом там были такие стройотряды. Туда вот студенты ездили. А... А что они там делали? Строили. Представляешь, вот такой красавчик сидит один. В громадном доме, совершенно одинокий, без жены. Никого у него нет. Он очень рад, что ты нашлась. Очень хочет, чтобы ты приехала в гости. Но ты можешь поехать, когда захочешь. А если ты дашь согласие на удочерение... то он тебе внесет в списки наследников. Закурить есть? Нет. Да. Слушай, процедура удочерения займет много времени. Может, без него пойдемся? Она согласилась ехать. Можно же дарственно оформить все так. Олег. Удочерение оформлять обязательно. Все. Давайте продолжим. Допустим, я сажусь в тюрьму. А мой близкий родственник умирает. А я единственный наследник. Смогу ли я, находясь в тюрьме, унаследовать его недвижимость? Конечно, сможете. Вам нужно будет отправить нотариусу согласие на право вступления в наследство. Ну, а когда выйдете, оформите документы на себя. Еще вопросы? Нет. Привет, дружище. Что, решил приехать косточки размять? Давай, я тебя подгоню, девочек. У меня есть хорошие. Самых лучших. Цыба, помолчи, а? Твои наркоманки вшивые, меня не интересуют. Кстати, а часто они у тебя помирают? И от чего? Кто? Да наркоманки твои, с притона. Умирают, конечно. Кто от передоза? Кто вешается? Понятно. Подробности меня не интересуют. Дело есть. Девочка, семнадцать, свежак. На ней хорошо заработаешь. Но главная твоя задача охранять ее, чтобы не сбежала и не повесилась раньше времени. Не волнуйся, сохраним. Как в швейцарском банке. Но, если случится, что меня вдруг посадят, ты ее... Вот ты понимаешь. Да нет проблем. Понял? Я тебе на почту счетик сброшу. Жду. Жду. Так, не бегать только. Людмила Григорьевна, я же смогу вернуться, если мне там не понравится. Не понравится ей. Она к родному отцу в Москву едет и не понимает, какие возможности перед ней открылись. Ну? Ну, не знаю. Как-то страшно. Дашка, да ты счастливый билет вытащила. Ты это понимаешь? Такой раз в жизни бывает и то не со всеми. Так, деддом не позорить. Покажи им там всем хорошее воспитание, чтобы тебя отец назад не вернул. Да? Угу. Ну, знаешь, в каких кругах вращается, Даша? Ну, все. Удачи тебе. Спасибо вам. Ну, давай. До свидания. Ну? Николаевна. Да, я. Слышь, тут такое дело. В общем, у нас Сутникову удочеряют. Да, в таком возрасте. Ну, отец нашелся родной. Забирает ее к себе. В общем, ты давай, квартиру ей подбери, пока она у нас числится. Ну, а как ее удочерят, мы с тобой ее крутанем. Ну, по нашей схеме. Все. Что? Не-не. Сотникова назад не вернется. Я тебе обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, вперед. У тебя есть две недели, чтобы с ней познакомиться и приручить. Как две недели? Подожди, почему две недели? Ты что, хочешь сказать, что она будет жить здесь полмесяца, прежде чем я ее туда за границу отправлю? Почему так долго-то? На оформление удочерение уходят обычно два месяца. Конечно, если заплатить, можно это устроить в три дня. Но, понимаешь, если тебя вдруг посадят... Так. Почему? Вдруг? То это липовое оформление тут же раскроется, добавит лишних проблем. Понимаешь? Так что наша афера должна выглядеть, как мы их максимально достоверной. Так вообще, это очень хорошо. У тебя будет время для общения с ней. Послушай, я не хочу к ней привыкать. Она у меня никто. Всего лишь своих для моей недвижимости. Поэтому я никого приручать не собираюсь. В общем, так. Я ей сказал, что ты очень скучаешь по ней и ждешь. Так что ты сейчас пойдешь и вот все нам это изобразишь. А если вдруг у тебя не получится, я ее тут же забираю, отможу обратно. Я говорю, что ты не такой не отец, мы с тобой аферисты и мошенники. Так не надо шутить. Нет, я не шучу. Ты меня втянул в это. Так что давай, действуй, папа. Красивая девочка. Здравствуйте. Добро пожаловать домой, дочь. Спасибо. В дом? Всем здравствуйте. 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 Нифига себе... Ну, за приезд. Ой, вот так. Ух ты! На здоровье! Зина, освежи. Глеб. Даша, а если ты устала с дороги, то после обеда можешь отдохнуть. Да я нисколько не устала. Ну, и вообще располагайся, обустраивайся, будь как дома. Даша, а какое твое любимое блюдо? Ну, вообще, я люблю запеканку с изюмом. Ну, нам ее в детдоме по праздникам давали. Я тоже люблю запеканку. Правда? Зина, а вот мы запеканку любим с изюмом. Хотите запеканочку? Да. Будет запеканочка. На завтра. Спасибо. Ну, на самом деле так все очень вкусно. Ой, а где мои вещи? Не волнуйся, они давно у тебя в комнате. И вообще, если что-нибудь тебе понадобится, можешь обращаться ко мне в любое время дня и ночи. Спасибо большое. А как вас зовут? Вера. А учество? Николаевна. Очень приятно. Ну, а вот здесь вот будет твоя комната. Ух ты. Ничего себе. Ух ты. 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 У меня, у меня вообще все классно, да, здесь такой огромный дом, и куча, куча охраны и прислуги, и все за мной следят и бегают. Да, у меня столько новых шмоток. Шрек! Держи. Ой, спасибо. Что-нибудь еще? Дашенька. Не-не-не, спасибо. Следите за каждым ее шагом. В город не упускай. Понял. Даша. Откройте, пожалуйста, дверь. Я хочу в Москву поехать. Ваш отец запретил мне выпускать разборку. Почему? Это что, шутка? Это для вашей безопасности. Отойдите от ворот. Ну, хорошо. Шрек. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, Орисечка. Ну, надо что-то делать. Надо на Матвееву право найти. Савереву, что ли, позвонить? Он хоть и на пенсии, но большой пост в МВД занимал. Связи надо поднимать, понимаешь? Связи. Да все уже подняли. Предчувствую меня дурные. Сны мерзкие. Все время снится крокодил. Жирный? Да. Не знаешь, к чему это? К деньгам. Деньги, деньги, деньги. Лучше пораскинь мозгами, как нам на зону не загреметь. Камеру нужно повернуть. Видишь, она ушла, не видно. Угу. Ты про эту говорил? Да-да-да, потом назад, на заднюю клумбу за дом. Привет. Здравствуйте. А меня Даша зовут. Очень приятно. Миша. Очень приятно. Есть лестница? Конечно, есть. А вам зачем? Понимаешь, тут такое дело. Меня отсюда не упускают. А мне срочно надо в Москву. Единственный способ у меня только через забор. Думаю, вряд ли получится. Даша. Слушайте, а может вы... Может вы отлечете охранника? А я быстренько... Даша, вы... Извините, конечно, но тут охранников больше, чем на американской военной базе. И плюс видеонаблюдение... Простите. Ясно. Ясно. А почему ваши охранники меня в город не пускают? А потому что это мой приказ. Я же отвечаю это тебе. Ну ничего, я скоро освобожусь и сам отвезу тебя в город. Погуляем. Ну что со мной может случиться? Я просто хочу по центру погулять. Ну пожалуйста. Слушайте, так если вы сейчас не можете поехать, давайте я с Верой Николаевной поеду. Можно? Это кто? Это ваша горничная. Нельзя. Даша, ваш отец просит вас спуститься к столу. Я не буду есть и не приду. Так и передайте. Смотри на меня и повторяй. Угу. К нему подход надо иметь. Вот бывало, разрядится он на кого-нибудь, орёт, стены дрожат. А я ему любимое мясо с подливой грибной. Коньячку, ласковое слово подберу, он и потеплеет. Никогда на меня не кричал. Уважает. Вот и тебя разыскал. Не бросил? Разве он плохой человек? Ну? Не знаю. Чё Дин. А как бы мне его уговорить, чтоб он меня в Москву отпускал? Ну, я ж не в тюрьме тут. А чего, не отпускает? У-у-у. Странно. Ты вроде бы девушка серьёзная, самостоятельная. Ну, да. Слушай, я его сейчас не трогаю. У него полно хлопот. Давай-ка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»